Пожалуйста, поставьте плюсик, если меня слышно хорошо, ничего не нужно убавить, прибавить и так далее. Все окей? Отлично. Звук хороший. Записывать нас будут, так что все нормально. В общем, начинаем приучать себя к дисциплине. Ровно 20.00 мы с вами начинаем. Сегодня понедельник, как всегда, я начну, наверное, с того, что напомню расписание нашей компании, то, как мы работаем в рамках, конечно же, Либертаджи на этой неделе. Прошлая неделя, надеюсь, вы это видели все уже по тому, по отзыву вашим партнерам, что была очень-очень такая динамичная, у нас проходят обучающие мероприятия. На этой неделе я могу вас обрадовать тем, что обучающих мероприятий будет еще больше. Я имею в виду то, что мы запланировали на эту неделю. И, конечно, нас дальше ожидают все больше и больше и новостей, и интересных мероприятий, и обучающих тренингов, и школ, и все то, о чем я всегда говорю, Либертаджи – это нечто большее, чем просто кликалка. Итак, ребят, расписание немножечко вам напомню пока еще. Но я знаю, все равно есть опоздавшие, как бы мы к дисциплине не стремились, прежде чем начать анонс новостей, то, о чем мне сегодня хотелось бы с вами поговорить. Мы поговорим сначала о расписании, и далее уже будем с вами общаться. Значит, что касается вторника. Вторник, середа, четверг, пятница, суббота – это все дни по презентациям. Приглашайте, пожалуйста, новичков, и не бойтесь, рассказывайте о Либертадже, потому что сегодня все больше и больше партнеров, которые действительно возвращаются, даже если не когда-то слышали, даже если прошло какое-то время, и они не поняли, возвращайте их, объясняйте, рассказывайте, показывайте, потому что сегодня очень-очень много готовится, и следующий год обещает быть очень насыщенным. Ну, не следующий, а этот уже начался, да, так скажем, второй год работы Либертаджи. Хочу немножечко добавить по тому расписанию, которое есть. Что касается среды, в среду у нас будет школа, после, в 13.00 Лизавета Комарова проведет презентацию для новичков. Через 30 минут, то есть после презентации будет чайпитие, ну, так скажем, 5 минут попили чай, кофе, немножко отдохнули, и далее Лиза проведет школу для желающих, кто захочет, конечно же, остаться и послушать. По расширению виденья она даст какие-то свои цифры, какие-то слайды, я, кстати, сама приду учиться, потому что сегодня мы разговаривали, мы собираемся каждый понедельник спикерским составом для того, чтобы понять, что вам дать, что необходимо, какие есть у партнеров пожелания, ну и так далее. И, конечно же, мы всегда это обсуждаем, потому что работаем все вместе, работаем командой, и вот есть предложение от Лизы провести школу, и она даст что-то такое, о чем даже, честно говоря, я очень хочу послушать, сама записывать буду, поэтому, ребят, приглашаю на эту школу не только новичков, но и партнеров компании, ну, примерно в 13.30 Москвы, так скажем. Посмотрим, как будет эта школа, что из этого получится, если такие школы нужны будут, то, я думаю, точно будут нужны, потому что это будет игра цифр, это будут стратегии, это будут видения, которые Лиза покажет, и, конечно же, это те вещи, которые будут необходимы каждому из нас с вами, и я думаю, что мы просто такие школы потом участим и будем делать, может быть, по группам, может быть, просто по времени, в общем, будет видно, да. Начнем пока с того, что в среду в 13.30 после презентации для новичков будет школа, и мы приглашаем всех партнеров. Более того, всех партнеров мы приглашаем в субботу. Мы в субботу решили, мне очень нравится, как Вячеслав проводит презентации по его тоже раскрытию мировоззрения и видения и так далее. Вы знаете, я в эту субботу была и слышала его презентацию, и сегодня попросила, чтобы Вячеслав провел для всех партнеров, вот именно на этой неделе, в субботу, презентация плюс школа вместе, так скажем, или расширенная презентация, или, ну, не знаю, как хотите, назовите. Но это как раз возможность для всех нас с вами еще раз внимательно послушать и понять, что же такое либертаджия, ну, вот с точки зрения уже человека, у которого огромный-огромный опыт работы в сетевом маркетинге. Кстати, все спикеры – это не новички, это действительно партнеры, у которых огромный стаж работы в сетевом маркетинге. И это не просто люди, которые выучили, заучили слова, а это те партнеры, эти люди, которые на самом деле передают свое внутреннее. Знаете, как бывает, говоришь просто словами, а есть говоришь сердцем, да? И вот как раз вот это второе – это то, что передается. Я думаю, вы все эту ауру, эту атмосферу все уже ощущаете, понимаете, что на самом деле вы не просто в какой-то кликалке непонятной, да? Где сегодня там топай ногами, завтра чтобы были там 2 цента мне уже там на банковской карте. Это совершенно нечто другое. Ну, надеюсь, что уже все собрались, расписание, в общем-то, я сказала. Еще мы будем новости перед каждым мероприятием, будем, естественно, скидывать информацию в чатах, как это мы делаем, напоминалка, так скажем. И мы с вами переходим к самому насущному, а может быть, вот сейчас к самому насущному, к самому больному. Так, секунду, ребят, я сейчас загружу другой совсем слайдик, который я подготовила. И мы с вами начнем с самого наболевшего, да? Наболевшего я имею в виду та неделя, которая показала результат. И, скорее всего, и эта неделя будет показывать результат не менее плачевный, чем прошлый. Почему не менее плачевный? Потому что мы возвращаемся опять к тому, от чего ушли. Возвращаемся к верификации. И, в общем-то, я даже сама, честно говоря, на той неделе, каждый божий день, плюс еще и выходные пришлось немножечко затронуть, когда мы сидели с партнерами, и нужно было делать трансферы, нужно было делать переводы. И получилось так, что мы не могли сделать вообще ни с кем и ничего. Ну, и с тех, с кем я сидела и проверяла, да? А оказывается, действительно, почему-то, я не знаю почему, но вы так невнимательно отнеслись к информации к тем алертам, которые дает компания. В принципе, вопрос верификации стоит очень остро сегодня, и он стоит уже в течение всего года. Как только мы зашли в прошлом году в компанию, сразу было так. Зарегистрируйся, заверифицируйся, отправь свои документы, поставь правильные данные. Все, кто это сделал, сегодня проблем не испытывают. Но все, кто забежал просто так попробовать какой-то документ непонятный поставить еще что-то, испытывают огромные проблемы. И знаете, у нас как вообще нашего человека, да, пока копейкой не накажешь, видимо, никогда ничего человек не понимает и говорит, а пусть, дабы да кабы, да? Поэтому, конечно же, очень многие увидели в прошлый раз, что, увидели в прошлый раз то, что, на прошлой неделе я имею в виду, что не были засчитаны 44-45 неделя. Все, кто исправил, вернее, до этой недели, да, все, кто исправил данные в профиле, об этом Лена тоже проводила школу, показывала, рассказывала, вся информация есть на сайте Воронки, куча инструкций, всего, как это правильно сделать. Я на этом останавливаться не буду, эту школу проводить еще в 555 раз. То, конечно же, кто исправил и сделал все правильно, получили свои деньги за 44-45 неделю. Если там были деньги с какими-то поставленными копейками, вы знаете, мы говорили, что компания пересчитает. Надеюсь, что уже пересчитали. Если нет, значит, будет пересчитано. Это я опережаю те вопросы, если вдруг вы захотите их задать. Сразу я уже на них ответила, что эти деньги будут пересчитаны. Значит, за эту неделю, на этой неделе еще пока ничего нам за прошлую не поставили. Сейчас идет проверка, и вы видите новый алерт, проверка документов. То есть второй этап – это проверка документов, а именно соответствие и наличие паспорта, плюс справка, подтверждающая адрес, тот, который вы указали. Все. Нет никаких других вариантов. Нет никаких вариантов, которые мне предлагали тут, я не знаю, в восьмерке в воздухе делают, предлагают все что угодно. Ребят, есть условия компании, мы играем в эту игру. Если вы не хотите, значит, вы просто ничего не делаете и уходите. Все. Но ничего не бывает по-другому. Либо делаем, либо не делаем. А делать какие-то свои там, а может так, а может вот так, а может по-другому. Я думаю, что на этом нам, в принципе, прекратить нужно, потому что это все ударит по вашему карману. Пока вы будете думать, как, зачем, почему предлагать миллион вариантов непонятных, это все будет ударять по карману. Поэтому все, что я вам хочу сказать, это еще раз зайдите в свои бэк-офисы, еще раз проверьте документы. И более того, новичков, которых вы приглашаете, партнеры заходят на бесплатные пакеты. Сначала, конечно же, потом они уже принимают решение. Сразу же говорите, как только вы зашли, первое – это регистрация, второе – это верификация. Сразу сделайте этот вариант. Третье – вы делаете уже задачи, только потом вы приступаете к задачам, ну и так далее, и тому подобное. И дальше целая стратегия. Кстати, у нас вот сегодня ребята вызвались к тому, что они напишут инструктаж. Хотя это все есть, но тем не менее мы уже решили сделать так. Шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый. То есть пошаговая инструкция для каждого партнера. То есть так, как это необходимо сделать. Если партнер из ваших новичков, я уже про вас не говорю, надеюсь, что вы уже все приняли, все уже сделали как надо. Если кто-то из ваших партнеров новеньких не сделал какой-то шаг, а в частности это касается и верификации, потому что я не знаю, каких причин, почему люди боятся отправлять документы, но думаю, надо немножко развиваться в области грамотности. Это всего лишь, потому что нет никаких других страхов. То если вы все это правильно сделали, то нет ничего более, как дальше делать задания и получать свои заслуженные деньги. Независимо, на каком пакете вы находитесь. Поэтому вопрос верификации, он очень остро стоит. И, конечно же, если сейчас у вас есть какие-то расхождения в документах, еще что-то, вы понимаете, что за прошлую неделю вы, наверное, денег уже не получите. Но видите, как лояльно компания относится к нам. То есть все равно мы исправили и начисления происходят. Хотя, честно говоря, я бы немножко сделала по-другому. Потому что, ну вот, правда, пока не сделаешь, не накажешь рублем, ничего не понимается. Не знаю почему, но так происходит. В общем-то, думаю, вопрос вот этот у нас закрыт. Надеюсь, что вопросы вы этим мне писать не будете, потому что вопросы-ответы у нас, конечно, чат откроем, потом я буду отвечать. Но очень надеюсь, что вы все поняли, потому что это уже мусолится из раза в раз, из-за дня в день, из школы в школу, и, не знаю, уже миллион всего то, что есть. Следующий момент, на что бы я хотела обратить внимание, это, сейчас у меня откроется слайд, это карты. Карты – это наша злободневная такая тема, когда же придут карты, да ой-ой-ой, да как же с картами и так далее. Так вот, если вы заходите на сайт Воронку, я очень надеюсь, что вы на него заходите. Я всегда вам говорю, там самые свежие новости, всегда самая свежая информация. Пятница, суббота, воскресенье, я, допустим, в выходной всегда отдыхаю, потому что у меня есть семья, и, конечно, я уделяю время, ну и думаю, каждый из вас всегда рекомендую отдыхать, да, не всегда заниматься работой. Так вот, Саша в это время, в принципе, наполняет этот сайт, в общем-то, находя время и для бизнеса, будем так говорить. И есть, конечно, на этом сайте выложены, вот я, кстати, сайт Воронки взяла, да, какие карты приходят, кому приходят, выложена информация, и он назвал-то «Картопад», да, в Ливертадже, мне так понравилось это название. И на самом деле нельзя по-другому сказать, потому что сегодня, когда я разговаривала, вот мы с Гулечкой разговаривали, когда мы все собирались, Гуля Егорова – это наш вышестоящий спонсор. Я надеюсь, что сегодня партнеры, да, компании, не новички, и вы все прекрасно ее знаете. Это человечек, который нам показал еще год назад, открыл видение этого бизнеса, и Гулечка после тяжелой болезни вернулась уже к нам, она все время с нами. Мы каждый понедельник собираемся, общаемся, общаемся лично, естественно, уже довольно-таки много. Она идет на поправку, в общем-то, она уже с нами, слава богу. И вы видите, эта энергия, ее энергия еще дала вот такой вот всплеск, наверное, или рост нашей команды, нашей группы, да, которая, может быть, не очень большая, может быть, не очень маленькая, но такая слаженная команда, так скажем, в Либертадже. И Гуля сегодня сказала, что у нее партнер тоже в Польше получил карту. Мне сегодня говорили, с Латвией тоже ребята уже получили карту, но я понимаю, что это еврозона, да. Когда я открою потом чат и скажу вам писать вопросы, напишите, может быть, из постсоветского пространства кто-то получил. Я еще не получила, не знаю, у меня еще извещение не пришло, если, допустим, мы говорим обо мне, да. Поэтому мне хотелось бы знать, может быть, еще, потому что не все, конечно же, делают скрины, не все вот так вот фотографируют, отправляют. Это еще часть, мне уже тоже присылали еще больше, но я не стала здесь все копировать, что одни карты будем показывать. И так понятно, что этот процесс пошел, и слава тебе, Господи, он уже как бы на том уровне, когда карты отсылаются, отсылаются, отсылаются. Значит, что я хотела еще сказать по поводу того, по поводу, так, секундочку, сейчас я возьму, чтобы у меня было все по порядку. По новости я оставлю на самое вкусненькое, да, то, что касается новостей, там два слайдика. Но я бы хотела вам сейчас сказать еще пару слов по продлению контракта. Ребят, по продлению контракта на второй год работы. Ребят, отнеситесь, пожалуйста, к этому вопросу очень серьезно. Я обращаюсь особенно к тем партнерам, у которых есть структуры. Не надейтесь на авось никогда. У вас заканчивается, вы видите, знаете, когда у вас заканчивается, зайдите в апгрейд, посмотрите, когда у вас заканчивается срок контракта на первый год. Я знаю, что в чатах была выставлена информация, искаженная абсолютно. И я об этом говорила даже из партнера, которые на меня обиделись. Но тем не менее я говорю правду так, как есть. Почему я говорю это не просто и так пустые слова, это из опыта, из практики. Потому что у меня достаточно большое количество партнеров, которые вместе со мной год назад заходили на платные пакеты. Уже год прошел давно, у меня все продлено. Год прошел у моих партнеров, кто-то продлил, а у кого-то аккаунты заблокированы. Тот, кто не продлил. Продлить аккаунт можно наличными деньгами. Не смотрите и не слушайте то, что пишут из внутренних денег, сидите спокойно, ждите. Еще раз вам говорю подтверждение того, что есть. Те люди, которые есть у меня такие, которые ждали, что просто так на авось прокатит, я не буду ничего делать, аккаунты заблокированы. Но получили они письма о том, что им могут разблокировать аккаунты с содержанием то, что там осталось. Но я имею в виду, ничего не уберут, абсолютно все остается, все заработанные деньги, как и есть, все движение. То есть никуда оно не делось. После того, как будет произведена оплата. Но в этом отношении уже нужно переписываться с упортом. Как оплачивать, я вам тоже показывала, эту школу делала месяца три назад, что первый шаг, это надо зарегистрироваться в Джаммеральде и дальше пройти шаги, которые там описаны, либо в вашем аккаунте. Ребят, нет других вариантов. Вы можете написать письмо. Вот только закончился, увидели у себя в аккаунте строчку, что просим продлить, т.д. И там написано, что наличными, на какие счета, в общем, весь этот процесс описан. Если вы считаете, что компания может вам сделать какой-то взаиморасчет, как мне тут многие доказывают, не вопрос, начинайте с первого дня переписываться, напишите это письмо, прошу в суппорт, прошу и все аргументы, которые вы приводите. Если вы получили отказ, а по практике мы уже это знаем, просто мы вас предупреждаем сегодня, чтобы вы время не теряли, так скажем, и не теряли деньги, будем так говорить. Так вот, если вы получите отказ, то тогда действуйте сразу, ищите варианты оплаты наличными. И, конечно же, все, кто работает сегодня в Либертадже, все, кто работает, не просто кликает, сидит, ждет чего-то, а работает. Я именно про этих партнеров говорю. На сегодняшний день эти партнеры готовы, и у них всегда есть эти деньги. И мы в марте, когда, весной, да, мы проводили даже по группе, мы проводили финансовые школы, где мы говорили про ту курицу, что нельзя зарубить ту курицу, которая будет нести нам золотые яйца на будущее. И вот это как раз это тот, та сумма, которую я и называла золотой курицей. Вы ее забрали, верните, обратно называется. Поэтому, а кто делал реинвесты, ну, понятно, забирать уже нечего. Поэтому, ребят, тут немножечко нужно тогда подумать, как мне лучше выйти из этой ситуации, как мне, где мне взять деньги, как мне пригласить партнеров, ну, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, каким образом здесь можно, в принципе, еще заработать денег, да, помимо того, чтобы суждать карты и вывода на карты. Кстати, еще раз официально всем заявляю, чтобы, опять же, не было искаженной информации. Я не знаю, откуда у вас идет такая информация. Ребят, вот честно, сегодня мне было сказано, что ждали карт, и чтобы с этих карт было продление пакетов на второй год. Ну, кто такое говорит, я вообще ничего не понимаю. Я всегда вам говорила, всегда, никогда не было такого, что мы говорили с карт. С карт оплаты разрешены маленькие суммы, это будет оплата китов. Может быть, какая-то оплата продуктов. Но что касается больших сумм с карт, я не знаю, может быть, они и сделали бы такое. Но на сегодняшний день я просто не знаю ни одного транша по банку, знаю вообще, как они проходят. Таких больших сумм, как Визионер, в жизни никогда не пройдет. Это только банковский перевод. И то через Джамиральди, все, как там описано. Ребят, нет других вариантов. Поэтому, честно говорю, подумайте об этом уже сегодня, даже если у вас срок в январе. Даже если срок у вас в феврале, позаботьтесь сегодня, чтобы потом не было для вас неожиданностью. Еще раз говорю, еще раз напоминаю, об этом говорилось и три месяца назад, когда я проводила школу. Поднимите все старые записи. Там будет сказано, как это делать, но хотя, в принципе, можно еще раз делать. Все инструкции будут в кабинете. Я думаю, что тут есть о чем позаботиться. Я думаю, тут есть… Вы построили такие структуры, за вами и стоят люди. Они смотрят на вас, естественно. Это первое. Второе. Вы даже не представляете, что нас с вами ожидает на следующий год компании. Работы я имею в виду. И вот как раз новости, о которых я хотела вам сказать, что на этой неделе уже открывается интернет-магазин. Ну, во всяком случае, он будет, скорее всего, пока на испанском или португальском. Потом уже это будет все на наши языки, понимаете, да? Поэтому вот один из вариантов, что в нашем интернет-магазине будет такой товар, как джиакар. Джиакар – это такая вот машинка, видите, да, электрическая, или как она называется. Итальянский дизайнерская, помимо итальянской дизайнерской мебели, еще вот такие электрические электромобили, автомобили. Не знаю, как они правильно называются. Ну, и много-много-много что интересного. Почему так долго, почему затягивается? Вы прекрасно понимаете, что еще раз говорю. Альбертаджио – это живой организм, это бизнес, с большой буквы этого слова. Поэтому для того, чтобы открыть магазин, надо все проверить, чтобы документы были все в порядке. На самом деле проходят огромные проверки. Для того, чтобы купить какой-то продукт, нужно, чтобы он был доставлен. Так вот, вопрос доставки – это тоже немаловажный вопрос, который интересует каждого из нас. И, конечно, мы ждем уже этих вариантов. Даже если на этой неделе откроется магазин, это будет уже, вернее, информация для, и она будет там на испанском, на каких-то других языках, пока еще не на русском, наберемся с вами терпения, потому что все делается для нас, и будет это и на русском, и с переводами, и с титрами, и всякое. Так, это будет так, чтобы нам с вами это было удобно. Мы сами первые посмотрим, купим, отправим, сделаем ролики, фильмики, запишем. Вы знаете, команда здесь просто суперовая у нас собралась. И, между прочим, да, вот еще что хотела сказать. Мы решили издать название нашей команде, и, в общем-то, ждем и ваших тоже предложений в чатах, поэтому, если у вас есть по этому поводу какие-то мысли, то, в принципе, пишите в чатах, и мы уже, лидеры будут скидывать, скидывать там лидерские чаты, мы будем уже смотреть. Мы выберем самые такой оптимальные, самые интересные названия нашей команды. Ну, как лодку назовешь, так она и поплывет, да, потому что, еще раз говорю, первый год мы как-то раскачивались, смотрели, присматривались друг к другу, знакомились, притирались. Команда пока еще просто-просто потихонечку сколачивалась, да, а сегодня у нас просто-напросто, это уже серьезная, абсолютно, абсолютно такая мощная структура с лидерами, ну, просто-просто, потрясающими, поэтому хотелось бы уже и дать какое-то название и идти уже под этим девизом, да, может, девизы какие-то, но я не знаю, давайте сами себе придумаем, что такое интересное, как-то в сетевых маркетингах есть, да, по структурам, по группам, по каким-то соревнованиям, еще что-то. Ну, в общем-то, это вопрос будущего. Вот такая вот интересная, интересная новость будет на этой неделе, ну, конечно, мы об этом потом поговорим, ну, и немаловажно, это то, что меня очень интересует, помимо того, что будут обучающие какие-то мероприятия, тренинги, потому что я же говорю, что без этого абсолютно нельзя сегодня стать никакой личностью, идти по карьерной лестнице, двигаться куда-то вперед, если ты сегодня в каких-то вопросах немножко не понимаешь. Поэтому все есть для нас, ребята проводят индивидуальное обучение, и как приглашать, и как Юра, допустим, делает, независимо от того, что вот тоже заболел, Юр, тебе здоровья желаем побольше крепкого, да, потому что ты нам нужен со своими учениями, как правильно работать на Фейсбуке, как приглашать людей. В прошлый раз ребята уже хвалились тем, что у них партнеры из других стран стали пребывать именно благодаря вот такой стратегии. И это не может не радовать, да, и конечно же это будущее наше, но для того, чтобы понимать, когда мы с вами начнем уже серьезно зарабатывать, это еще не сегодня, ребят, то, что сегодня, это еще копейки, да, мы только начинаем входить в бизнес. Как только мы начнем серьезно зарабатывать, как только мы начнем не просто зарабатывать, но естественно и выводить эти деньги, да, мы, конечно же, будем интересоваться, какие же можно сделать инвестиции, как можно сделать так, чтобы наши деньги работали на нас. Это уже вопросы финансовой грамотности. Тут я уже буду готовить для вас очень большой спектр школ, потому как это будут уже тренинги для тех людей, которые действительно не просто видят на экране деньги, а держат их в руках. И это более серьезные вещи по распределению денег, уверяю вас, нам будет о чем с вами подумать и поработать. Так вот, часть этих денег мы, конечно же, будем распределять. Пожалуйста, компания уже позаботилась о том, что Либертаджа входит в мир возобновляемых источников энергии. Видите, солнечные батареи, ветряные мильницы, еще что-то. И это как раз то, когда девочки приезжали на годовщине, говорили, что компания намерена свою часть прибыли распределять и вкладывать в госпрограммы по таким проектам. Я считаю, это ноу-хау на сегодняшний день, это действительно очень интересно. Во всяком случае, мне этот рынок или спектр рынка, так скажем, интересен для вложения части заработанных денег. И как бы себе, знаете, такой пассивный небольшой доходик пусть будет, но, в общем-то, небольшая прибавка к пенсии. А может и большая прибавка к пенсии, поживем, увидим. И, конечно же, это уже будущее. Это будущее, это перспектива ни на один, ни на два года. Вы понимаете, это перспектива на десятилетия. Поэтому компания уже входит в этот спектр. И, конечно, будут предложения и нам с вами для того, чтобы уже в дальнейшем, в будущем что-то распределять. Но для того, чтобы понимать, как это распределять, как это вкладывать. Конечно, сегодня, ребят, нам сначала надо научиться зарабатывать, правда же? Нам надо научиться самого малого. Это то, что приглашать, то, что рассказывать, объяснять, делать самим, поверить, влюбиться в либертаджи. Делать верификации, в первую очередь. Не бояться абсолютно. Уберите все эти страшилки из головы. Вы никому не передаете свои паспорта по копиям. Еще никто ничего никогда не брал. Если там кто-то боится каких-то там, я не знаю, кредитов, еще чего-то. Начинайте немножечко в этом направлении развиваться, потому что вот эти вот незнания, они отдаляют на один шаг назад. Они всегда отдаляют людей от успеха. Поэтому будем с вами двигаться вперед. Вы видите, что перспективы огромные. Вы видите, на прошлый понедельник я показывала новые продукты. Сейчас вот это. Дальше нас ожидает с вами еще более интересные. Я говорила, что будут очень интересные вещи. Конечно, очень много сейчас будет встраиваться, еще берут программистов для того, чтобы успеть, успевать это все делать. Но есть и какие-то недоработки, есть еще глюки. К этому тоже относитесь как бы более лояльно. И поймите, что компания еще никого никогда не обманывала. Есть те моменты, что за, я знаю, на прошлой неделе писали, мне звонили, говорили, что на бесплатных пакетах всего лишь 14 заданий. И так как нет 15-й задачи, деньги не зачислялись. То есть с фолостой поработали. Но вы знаете, что с фолостой никогда не бывает. Сегодня опять мы уже написали, а в субписьма уже отправлены в суппорт. Суппорт уже знает, программисты знают, компания все уже об этом знают прекрасно. И то, что это было не по нашей вине, это все сейчас решается на уровне руководства. Мы еще ответ не получили, ждем этот ответ. Я думаю, это мое предположение, но в принципе никогда компания не обманывала. И зачисляли, если это были глюки по их вине. Поэтому, ребят, наберемся терпения. Дай бог, сейчас вот все работает, по-моему, нормально. И то, что не зачислено, я думаю, что начислят, лишь бы были у вас в порядке все документы. Вот, поэтому мы все в курсе. Если какие-то бывают проблемы, всегда о них пишите. Об этом, в принципе, и компания просит, что пишите. Пишите нам хотя бы, лидерам. Мы и так будем отправлять. И если надо будет, то мы скажем, чтобы вы писали эти письма. Вот, как бы по новостям все. Я думаю, что сейчас настало время ответов на вопросы. Если у вас еще остались вопросы, пожалуйста, мне их пишите. Хотя я думаю, что я на все вопросы ответила. Мне так кажется. Но могла, конечно, на что-то и не ответить. Не совсем понял. Если не продлить, секунду, секунду, ребят, не убегайте. Стоп, 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 машина, стоп. Так, не совсем понял. Если не продлить вовремя контракт, вывод денег с доступного баланса тоже будет заблокирован или только выполнение заданий. Сергей, еще раз отвечаю на этот вопрос по своей практике, которая прошла за предыдущие 2-3 недели, так скажем. Ну, последний месяц. Потому что у меня достаточно много партнеров, у которых уже есть продленные контракты, потому что это были оплаты. И второй вариант – это заблокированные аккаунты. Что такое заблокирован аккаунт? Это не будет доступа ни к балансу, ни к заданиям, вообще ни к чему. Я говорю про заблокирование аккаунта. Эту переписку вы будете вести уже с суппортом по поводу вашего аккаунта. Поэтому как только вы увидели, что у вас заканчивается время, а я еще раз рекомендую в очередной раз не ждать этого момента, а начинать думать и действовать уже сейчас. И вы бизнесмен, и понимаете, о чем я говорю. То, конечно же, варианты всегда для продления контракта найдутся. И вы уже начинаете думать и действовать сегодня. Но если даже вы увидели в начале, то есть сначала, это сообщение у вас будет у каждого за месяц сообщение в бэк-офисе. Следите за своим бэк-офисом о том, что вам необходимо, у вас заканчивается срок и так далее, и шаги инструкции, что вам необходимо сделать. А там будет написано, что оплатить наличными и будут реквизиты. Если вы это увидите, тут же переписывайтесь с суппортом, если у вас есть варианты предложения по взаимозачету. Хотя еще раз вам по опыту говорю, что вот как бы варианты эти вряд ли прокатывают. Так, добрый вечер, получил ответ от суппорта по поводу продления кабинета. Что мне засчитают? Вывод за июнь, который я не вернула на доступный баланс. Мне еще надо что-то делать. Нет, Леночка, вам ничего не надо делать. Раз вам суппорт так ответил, значит так сделают. Значит, есть такие варианты о том, что суппорт отвечает июнь-июль месяц на вашем собственном аккаунте. Если был вывод денег, как минимум та сумма, которую вы продляете пакет, там, ну, я не знаю, золотой пакет или платинум или визионарий, то на рассмотрение идет финансовый отдел плюс юристам рассматривают. Это идет на рассмотрение. Вот это как раз я и говорю, пишите письма на взаимозачет, на их рассмотрение. И если вам, вот как в случае Елены, одобрен вот этот взаимозачет, то есть невыведенные деньги июня и июля считаются в данном моменте у них, значит, то, что было заблокировано и эта сумма позволяет, значит, этот взаимозачет будет сделан. Елен, в данном случае вы получили ответ по поводу продления и защиты. Значит, так у вас и будет. Если вы, кто-то из вас переписывается, вы не получили такой ответ, а получили, что необходимо оплатить всю сумму, или вы знаете, что за эти месяцы нет абсолютно у вас, или вы не выводили денег, или у вас нет этих денег на вашем собственном аккаунте, значит, начинайте делать какие-то другие вещи. Ну, я имею в виду искать деньги для проплаты. Нет других вариантов. Сегодня у нас заблокировано достаточно много аккаунтов. Оплату нового пакета надо производить за несколько дней до окончания действующего. Когда придет письмо, предупреждение, да, за 30 дней, еще раз повторю, ровно за месяц. Если даже вы не сделаете, вдруг не успели, не сделали и так далее, аккаунт будет заблокирован, но в нем все сохраняется. И будет сохраняться до того момента, пока вы не оплатите. Честно говоря, срок нам не сказали, сколько это будет по времени. Но, думаю, чем быстрее подсуетитесь, тем быстрее вы просто меньше потеряете денег. Это же в интересах каждого, да. Опять же, эта информация больше для тех, у кого большие структуры. У кого этих структур нет, и как бы, ну, вы не дорожите этим аккаунтом, а у вас при этом есть несколько аккаунтов, ну, ради бога, работайте на остальных и всего лишь. Потому что структура вам особо не нужна, да. Поэтому смотрите. Смотрите сами. Тут все индивидуально, ребят. Индивидуальный подход к каждому вопросу или к каждому аккаунту или к каждому бэк-офису, да. Почему не проходят оплаты пакетов бронза плюс бостер? Да, то, что они висят, Елена, мы это знаем. Эта информация тоже есть в суппорте, они разбираются. Скорее всего, что-то у них какой-то глюк. Как только мы получим ответ, везде в чатах напишем. Так, карту приобрели на память, если с нее не вывести на продление пакета. Валерий, я не понимаю, про какую память вы говорили. Говорите, я карту приобрела для того, чтобы на нее выводить деньги и пользоваться этой картой, потому что и пользоваться можно по всему миру, в любом банкомате, рассчитываться и так далее. Очень люблю путешествовать, поэтому мне очень карта необходима. Ну, а если вы приобрели на память, ну, значит, оставите себе на память. Я не понимаю, честно говоря, таких выводов. Продление пакета никто никогда вам не говорил, что будет с карты. То, что вы себе придумали и другие вам что-то понаговорили, это уже другое. Скажите им спасибо. В жизни никогда никто вам этого не говорил. Во всяком случае, мы никогда не выходим и не говорим, что дождите карты, они придут и тогда продлите пакеты. Никогда этого не было. Даже если вы выведете на карту, а такие будут варианты, потому что у многих партнеров в следующем году, там в каких-то месяцах заканчиваются, они 100% получат карты, они выведут эти деньги на карты, эти деньги они заберут в банкомате, и часть этих денег, ту курицу, которую необходимо будет продлить, они переведут по банку на продление аккаунта. Все очень просто. Поэтому каждый выбирает для себя, для чего ему карта. Уже неделя, как невозможно купить бустер, не работает система. Ребят, насчет недели ничего не знаю, знаю про сегодняшний день. На прошлой неделе такие апгрейды проходили, поэтому ждите информацию. Про сегодняшний день знаю, на той неделе все проходило. Сегодня целый день 500, как это будет оцениваться? Сегодня целый день 500. Что такое 500? Я не поняла вашего вопроса, что такое 500 и как это будет оцениваться? Ребят, если вы хотите получить достоверный и хороший ответ на ваш вопрос, у меня к вам огромная просьба. Пишите, пожалуйста, этот вопрос внятно, четко и толково. Сегодня целый день 500, как это будет оцениваться? Что это такое? Что вы написали? К чему это? Куда 500? Какие 500? Вообще ничего не понятно. Как быстро изменяют на запрос по изменению в дбэк-офисах? Ребят, я не знаю, как быстро. Я знаю, что сегодня огромное количество писем и тикетов. И как только очередность ваша подойдет, вам ответят. Бывает, что отвечают очень быстро в тот же день, бывает через 2-3 дня. В зависимости от загруженности и от того, сколько писем мы пишем в суппорт. То есть, вот от этого зависит. Поэтому индивидуально или сказать, в общем, как быстро или сколько у каждого, я не могу на этот вопрос ответить. Так, касается ли оплата пакета на данную? Боже мой, Валентин, что вы? Бесплатных пакетов, конечно, это не касается. Это касается только платных пакетов. Только. То есть, те пакеты, оплатные пакеты, они считаются с того момента, как был куплен самый первый пакет. Не потом, когда апгрейды сделаны, а самый первый пакет. Поэтому бесплатные пакеты, конечно же, не на то и бесплатные, что они в этот учет не идут. И срока давности у них нет ограничения по времени, я имею в виду. Год, два, три и так далее. Так, напишите адрес, где можно посмотреть обучение об офисе. Значит, что касается обучения, это нужно обратиться к своему спонсору. Значит, что касается расписания, которое я вам дала, смотрите в чатах. Ну и я еще выставлю это расписание, когда мы закончим ответы, вопросы. То есть, каждый день у нас в 20.00 презентации, потом практически почти каждый день школы. Поэтому следите просто за информацией. А если вы говорите об обучениях или хотите найти обучение, которые у Юры и так далее, чаты, да, где подключение, то, пожалуйста, через ваших спонсоров. Сделала апгрейд, ордер прошел. Ничего не изменилось, что делать? Сделала апгрейд, ордер прошел. Значит, Мин, выйдите, зайдите снова. Скорее всего, они как раз исправляют эту ошибку. Попробуйте так. Подскажите, пожалуйста, отменить апгрейд. Я партнеру хотела купить пакет серебро, но он стоит 7-го числа. Я думаю, пока он… Ребят, каким образом вы делаете апгрейд на серебро? У нас с вами уже как неделя, да, работает, может быть, даже больше, а не неделя. Работает уже апгрейд по-новому. То есть, Авиалабли Баланс. Если вы делаете апгрейд с Авиалабли, я на прошлой неделе сама делала несколько апгрейдов, и они абсолютно все прошли. Если вы делаете апгрейд с Баланса, конечно же, оно не пройдет. Вы уже знаете новые условия. Это если мы говорим с серебра, да, платные пакеты и другим партнерам. Поэтому, если вы делаете апгрейд с Авиалабли Баланс, этот апгрейд будет проходить. Я знаю просто, что вчера и сегодня, по-моему, они немножко висят, но об этом суппорт знает. Так, ошибка 500. Ага, то, что мне писали 500, я не знаю. 500 – это ошибка, выдает ошибку 500. Окей, значит, чистите куки, делайте там какие-то вещи. Сейчас только люди делают апгрейды, сидят в аккаунте. Поэтому, ребят, я не знаю, почему у вас 500, у нас все работает. Ищите вопрос в вашем компьютере. Так, не могу вставить город-область в аккаунте дочери, красный кружочек с полоской не пускает. Что делать? Город-область вставить вы не можете, вы можете только выбрать там, где красный кружочек. Значит, если вы видите красный кружочек, скорее всего, если вы не поставили, вам уже как бы этого доступа нет. Поэтому вы это все описываете, что вам нужно добавить, делаете скрин вашего бэк-офиса, именно профиль, куда вы хотите добавить, да, ну, что вас не пускает как подтверждение. И просите суппорт внести и снять вас в блокировке. Скорее всего, так. Так, резидуальные будут, сегодня 17 число. Значит, что касается резидуальных, эти резидуальные у нас начисляют, насколько я понимаю, третье воскресенье каждого месяца. Поэтому, думаю, да, выходные, скорее всего, должны начислить. Так, вторая неделя, невозможно выполнять задание, не войти в аккаунт. Ребят, я не знаю, почему нельзя выполнять. Честное слово, все выполняется и задачи выполняются. Ищите вопрос, скорее всего, что-то у вас. Ага, значит, группа для интернет-бизнес для новичков 13.14. Как попасть в вторую группу, Марин? Значит, спонсор... Да, спонсор сказала. Да, именно через спонсора. Либо через спонсора, либо найдите меня, я вас заведу в этот чат к Людмиле. Привет всем, пакет у меня Сильвер. Скажите, пожалуйста, при работе месяц зарабатывают 200 долларов. За месяц работы эти доллары уходят на баланс. Вопрос, сколько из заработанных долларов уходит на копт? На коптив, наверное, вы имели в виду, Александр. На коптив ничего не уходит, начиная с серебра. Что касается активности за каждый месяц, эту активность мы будем платить. Это будут киты. Это будет наличная оплата, поэтому... Но пока мы ничего еще не платим, мы ждем информацию. Как только будет информация по китам, мы, конечно, все скажем. Пока вот на данный момент информацию еще как оплачивать нет. Поэтому спокойно работайте. Все же работает, так что спокойно работайте. Так, мой спонсор сказал спросить у вас. Мы не знаем, как попасть. Ага, Марин, понятно, не знаете вместе со спонсором. Найдите меня в скайпе. Найдите меня в скайпе, я вас заведу. Так, если с доступного баланса сделать инвойсы на другой пакет, куда они попадают, на баланс или на доступный. Анна, вы, наверное, неправильно трактовали свой вопрос. Если вы делаете инвойсы и оплачиваете инвойсы, значит, вы оплачиваете пакет, и вам встанет пакет, а не на баланс деньги. А если вы хотите сказать, что вы делаете трансфер, то трансфер с доступного баланса переходит на трансфер в доступный баланс. Это тоже уже проверено, мы это делали на прошлой неделе. Так, год кликаю, без карты не могу вывести свои деньги. Как я могу оплатить за следующий год? Вы знаете, Виталий, я тоже год кликаю. Более того, я еще в прошлом году заходила с деньгами. У нас очень многие партнеры, которые кликают год, работают со структурой, естественно. И, естественно, вывели уже не одну копейку, а на самом деле достаточно много для того, чтобы из этих денег себе на второй пакет оплатить продление. Потому что есть структура, и они хотят ее сохранить. Если вы просто так кликаете, у вас нет структуры, ну что вам переживать? Вы создали уже не один, наверное, аккаунт. Работайте на них, с них заберете деньги всего лишь. Не знаю, что делать, деньги не отчисляют. К России мой город Симферополь не относится, как в профиле. По документам уже Россия. Может, поэтому меня не верифицируют. Про Крым мы тоже им писали, но еще раз, Юль, спасибо за напоминание. Сегодня еще раз мы напомним. Я думаю, что они должны были этот вопрос решить. То есть они, получается, не внесли пока изменения в профиле, да? Там, где галочка стоит, не внесено, я так понимаю. Окей, Юль, еще раз сегодня уточним. Потому что этот вопрос они знают, мы уже 550 раз им говорили. Хорошо. Я поняла, я записала. Так, добрый день. Заметил, что не перевели резидуальный, появился столбик кит. Нет, ребят, спокойно, китып, столбик появился, но еще нет никакой информации. Еще нет никакого алерта, резидуальный не начислили никому. Третье воскресенье каждого месяца. Спокойненько, ждем. Все будет, на этой неделе все уже будет. Не переживайте. От кита еще пока не зависит. Во всяком случае, не должно так быть. Так, какие еще есть вопросы? Сколько должно быть денег у двух партнеров, чтобы можно было их объединить? У нас объединения уже нет никакого. Это было раньше, сегодня уже это не работает. Карту тоже блокируют при неуплате обновления пакета. Нет, конечно, Николай, никакую карту не блокируют. Если вам этот аккаунт заблокирован, а я так понимаю, что Libertad же вам дала возможность сделать несколько аккаунтов, и каждый из вас это сделал. Очень многие сделали реинвесты, кстати, и сегодня, конечно же, пожинают плоды того, что не надо было, может быть, делать много реинвестов. Но, тем не менее, есть как есть. Думаю, эти аккаунты вам дадут немало прибыли за этот год, если вы сядете и посчитаете спокойненько. Поэтому, даже если вы не хотите продлевать, и этот аккаунт заблокируют, но вы, соответственно, деньги оттуда собрали, да, то, ну, создавая себе пакеты еще аккаунта, я имею в виду, а карту заказали именно на этот аккаунт, то вы просто ее привяжете к тому аккаунту, с которого будете выводить деньги. Я думаю, технически это будет выглядеть именно так, потому что карта будет привязана только к одному аккаунту, не более того. Мы еще карты не получали и не привязывали, поэтому ответить на этот вопрос можно только на основании практики, когда мы это сделаем. Это теоретически, практически будем смотреть. Получить заработанное можно только на карту. Значит, Галина, что касается карты, вы знаете, у меня нет карты, еще то, так же, как у всех. Но я, честно говоря, получаю заработанное каждый месяц. У нас есть продукты, с которыми мы работаем. Это есть наше облако, это есть наши инвойсы, которые, в принципе, еще под сегодня, ну как вам сказать, подстрахованы страховками. И не говорить о них, не продавать их, я не знаю, просто очень большая глупость сидеть и ждать карты. И, ну, не знаю, на судьбу грешить, да, у меня столько много денег и забрать не могу. И второй вариант, это есть у нас, конечно же, продукты, я сегодня пользуюсь, мне очень нравится, это Кликмастер. Поэтому рекомендую, вы всегда будете с деньгами. Ну, кто не хочет, ждите карты. Так, я отправляла вам запрос добавить в контакт. Значит, Марин, смотрите, вы еще раз отправьте запрос и напишите, кто вы, откуда, свою просьбу. Потому что у меня огромное количество просится каждый день, да, я не всех добавляю, потому что, когда начинаю добавлять всех, мне потом большинство хотят сделать богато и счастливо, начинают предлагать все, что не попадя, ну и сами понимаете. Поэтому мне, как бы, эти варианты совершенно не нужны и, конечно же, я всех не принимаю. Поэтому, Мариночка, еще огромная просьба, напишите, пожалуйста, что вам необходимо, чтобы я вас завела в группу по обучению и всего лишь. И я вас обязательно приму в личку и мы с вами будем общаться и вы будете обучаться. И своих ребят направите, кстати, потом. Так, как вы считаете, можно ли ждать карты к февралю? И все продлевать можно в течение одного бизнеса строго за месяц. Лен, ну, смотрите, как я считаю, сегодня вам, наверное, ничего не даст, потому что это гадание на кофейной гуще. Вы видите, что карты начали приходить везде, но я еще раз вам сказала, что я карты не получила. Я не знаю, получил ли кто-то с постсоветского пространства, думаю, тоже нет, потому что у нас по времени это будет намного дольше, нежели это получает Европа. Сегодня Европа получает, это правда, прям повально, да, уже прям одна страна за другой, один город за другим, и уже об этом говорят. То, что касается, будут ли у нас к февралю, надеюсь, что да. Другой вопрос, успеем ли мы вывести или вывести к этому времени или еще что-то, накопить там, какая сумма будет на вывод, ничего мы этого не знаем. Поэтому для того, чтобы не гадать, для того, чтобы не ждать, для того, чтобы не упускать время, просто подсуетитесь заранее, просто-напросто и всего лишь, сделайте то, о чем я вам сейчас говорю. Либо ждите, я не знаю, ребят, у каждого из нас с вами есть выбор, то, что вы хотите, зачем вам либертадж, может вам либертадж это не надо, вы сделали себе кучу аккаунтов и сидите, балдеете второй год и будете выводить с каждого, переводя там на один, выводя потом на карту. Все, может вам только это надо. А если вам нужна структура, если вы хотите работать, мне, допустим, очень важна команда, мне очень важны люди, с которыми я сегодня общаюсь, мне очень важен их успех, потому что мне хочется, чтобы они добились действительно результатов и далее уже начинали продвигаться в денежном отношении, я имею в виду по лестнице вперед и вперед. Мне, допустим, это важно. Поэтому поставьте свои вот эти вот на чаши весов, что вам надо. Я знаю, что очень многие сделали по нескольку аккаунтов, очень много сделали из заработанных денег, по два, по три, может быть, визионера. Посчитайте, сколько это денег в месяц. Может быть, там структура в 200, даже 300, 500 человек не даст столько денег, сколько вот эти три аккаунта. Так что ему наличными продлевать? Я знаю, что многие мне такое говорили. Я не буду это делать, потому что и начинаю там свои рассуждения. Ради бога, это выбор каждого человека. Просто я говорю и констатирую факт, как это происходит в реале, чтобы потом не было обид и слез, что вот я не успела, вы не говорили, ну и так далее и тому подобное. Так что, ребят, поэтому подстрахуйтесь лучше. Дай бог придут, но будут больше у вас денег, понимаете? А то, что касается строго за месяц, информация приходит за месяц до окончания. Конечно, лучше подсуетиться в это время, в течение этого месяца, чтобы аккаунт не был заблокирован и потом его не открывали. Но сразу вам скажу, у меня два таких партнера, которым блокировали аккаунты, потом продлевали контракт, то есть оплачивали, да, ну продлили контракт, этим словом. И через какое-то время эти аккаунты были разблокированы, было упущено несколько дней, просто за эти несколько дней не было начисления, естественно, потому что не были выполнены задания никакие. Все остальное, что было внутри, оно все сохранилось, поэтому ничего никуда не делось. Все абсолютно, вот как есть в реале, я вам рассказываю, я же вам всегда говорила, что я практик, да, как есть на практике, я вам рассказываю. Все остальное, ну что я могу сказать, такой же человек, как и вы, такой же партнер, я же не работник Либертаджи, понимаете. Есть условия, мы просто начинаем немножко маневрировать под эти условия. Кабинет работает, не открываются задания, ошибка 500 весь день. Ой, ребят, не знаю, мне трудно на это ответить, потому что утром в 8 часов я сделала свои два аккаунта и все пролетело очень быстро, без всяких проблем. Не знаю, если сейчас это не происходит, значит, произойдет позже, может быть, они что-то делают. Я, честно говоря, полдня вообще не открывала даже, некогда было зайти в свой кабинет, честное слово, потому что работаем с партнерами, сейчас идет продление аккаунтов, надо каждому подход, нужно каждому помочь, ну, сами понимаете, да. Поэтому, что касается задач, все, ну, будет, не переживайте. Так, мой последний приглашенный не попал в бинар, я его там не вижу, какая может быть причина, подскажите, научите, спасибо, Боже. Тамар, ну, как можно так подсказать на расстоянии, ну, я не знаю. Честное слово, хотелось бы даже с каждым отработать, вот просто времени нет. Можете, конечно, ко мне в личку постучаться, чтобы мы с вами зашли, посмотрели, просто не знаю, когда. Честное слово, все вот расписано так, что партнеров, а группа, поэтому мы просим лидеров, спонсоров, работайте со своими людьми. Вот они, понимаете, вот они, вот такие варианты, когда, такие люди, они хотят, они стремятся, они желают, подскажите, научите. Да, конечно, стучитесь в личку. Конечно, будем смотреть, учить, а, кстати, по маркетингу в пятницу школа. В субботу, Тамара, я очень рекомендую зайти к Вячеславу, он тоже будет по маркетингу и про ПДЖИ, и про бинар говорить. Может быть, вы найдете свою ошибку, уже и без меня увидите. Нет, так стучите, будем смотреть, что-то, может быть, вы неправильно, там, галочку где-то не поставили, еще что-то. В общем, это все индивидуально, тут так однозначно не скажешь, правда же. Так. Так, 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 какие еще вопросы? Ребята, я на повторяющиеся вопросы уже не буду отвечать, потому что одно да потому пишите. Так, скоптива нельзя купить пакет, тогда, может, сделают, чтобы при покупке товара списывались деньги именно. Да, мы этот, мы этот, этот как, этот запрос уже дали, Лен, вы как в воду глядите прям. Конечно, мы даем, вы думаете, мы что, сидим просто так? Конечно, мы даем свои предложения, конечно, мы же все это описываем. Не все прокатывает, извините, да, не все проходит, как мы хотим, но мы эти предложения, конечно, дали, Леночка, конечно. Конечно, мы хотим, чтобы скоптива, сейчас будут продукты, мы хотим, чтобы именно коптив у вас на эти продукты шел, не трогая баланс. Но как они на это посмотрят, не знаю. Я свой скайп не даю. Ребята, захотите, найдете. Кстати, Крым уже есть в профиле. О, Крым есть в профиле. Во, видите как. Но я знаю, что они должны были добавить. Поэтому объясните, на каком сайте находится бесплатный пакет. Николай, вопрос суперский. Вы, скорее всего, новичок. Но сегодня у нас идет информация для партнеров компании. Даже по вашему вопросу понятно, что вы еще как бы не знаете. Давайте мы сделаем с вами так. Раз вы не знаете, на каком сайте находится бесплатный пакет, он находится на сайте Либертаджи. Вы зайдете, вас кто-то же пригласил. Во-первых, обратитесь к спонсору, тот, кто вас пригласил сюда, на эту школу сегодня. Во-вторых, для вас и для всех новеньких. Информация с вторника по субботу. Заходите на каждое мероприятие. Я думаю, за эту неделю вы очень много познаете для себя. Ну, а там уже поймете, надо это вам или не надо. Карту тоже блокируют при неуплате обновления. Я уже ответила на этот вопрос, Николай. Карту никто не блокирует. Так, необходимо сделать двустороннюю связь. Вы читаете вопрос. На другой стороне можете просить или уточнить необходимую информацию. Ясно. Отменить апгрейд никак нельзя, он сам отменится. Так, не проходит форма на заказ карты. Ребят, если сейчас форма какая-то не проходит, сегодня понедельник. Вы знаете, в понедельник всегда идут какие-то работы. Немножечко подождите. Более того, я же вас предупредила, что вы видите, сколько новшеств есть. Сколько вводится и вкручивается по программированию. И так как все это живое, так как все это работает вообще в реальном режиме, понятно, что немножко могут быть какие-то скачки. Поэтому, если не можете зайти сейчас, зайдите чуть попозже. Но я не знаю, что вам еще ответить на этот вопрос. Ну, правда. Так, значит, в скайп вы можете мой получить. Ой, в скайп мой мой. Скайп еще. Ребят, вижу, что многие просят мой скайп. Еще раз говорю, скайпы я здесь свои не раздаю. И причину я уже вам назвала. Поэтому, если вам необходимо будет через спонсора ко мне, если уж спонсор не может ответить, в крайнем случае. Просто, знаете, чтобы мне было потом обид, я все равно на всех не смогу. У меня времени не хватит каждому отвечать. Поймите, я готова каждому помочь. Ну, просто 24 часа в сутки, и из них надо еще и поспать. Так. Хорошо, Мариночка, ваш запрос я увижу. Ребят, ну все, я вижу, что, в принципе, одни и те же вопросы. Одни и те же вопросы. Трансферы, да, трансферы проходили. Насчет сегодня, Марин, не знаю, как трансфер, я не это сам не пробовала. Но на прошлой неделе трансферы просто у нас летали, но аккаунты были верифицированы, то есть проверены. Те аккаунты, которые были проверены, трансферы просто улетали мгновенно. Те аккаунты, которые, где были какие-то вопросы, а мы открывали там профиль неправильно, еще что-то, хоть мы и говорим одно и то же, но тем не менее. Они тут же были опровид красным, то есть, ну, отклонено, да, поэтому трансферы такие не проходили. У кого не проходили трансферы, открывали, смотрели, и, к сожалению, те же самые ошибки, что и везде. Что-то в профиле не стоит или в документе какая-то ошибка, ну, в общем, было к чему придраться, называется. Поэтому пробуйте, пробуйте, трансферы идут, да, хорошо идут. Ребят, ну что, все, я надеюсь, что ответы вы получили. Во всяком случае, может быть, не все удовлетворены, конечно, этими ответами, но тем не менее, сегодня ситуация есть, как есть, я вам говорю, так, как есть на сегодняшний день. Примите это к сведению по поводу продления аккаунтов на второй год. Это на самом деле очень серьезная вещь. Сегодня не фантазируйте, не анализируйте, не криктикуйте, не топайте ногами. И поймите, для чего вам Либертаджи, нужна ли вам эта компания по построению структуры и со структуры. Если вы, конечно, работаете ради и для чего-то, то тогда вы продляете, конечно, контракт на второй год. Если у вас уже есть куча аккаунтов, и спасибо Либертаджи, вы заработанными деньгами это сделали, а не собственными, внесенными, да, за свой труд, это тоже большая вам огромная, как бы, ну, заслуга для вас, да, то, ради бога, дорабатывайте на этих, еще год работайте или там сколько у вас времени, и получайте с этих аккаунтов деньги, ну, если вы так хотите. У каждого свой будет вариант. Но то, что на второй год продление идет наличными, это появляется у каждого в бэк-офисе, я об этом говорила еще три месяца назад, я даже проводила школу. Поэтому не фантазируйте, не пишите в чатах то, что, ой, сидите спокойно, ребят, все будет за внутренние деньги, да, компания так сделает. Вот кто сегодня так понадеялся, они сегодня, к сожалению, уже, ну, даже есть так, что плачут, да, потому что хотели бы вернуть, а там аккаунты, это я говорю еще неделю назад, которые партнеры, аккаунты, к сожалению, заблокированы. У меня есть и такие. Поэтому либо слушаем и делаем, когда надо, либо не слушаем, делаем по-своему. Как хотите, но информация вам дана. Что вы сделаете с этой информацией, это уже ваш вопрос. Мы вас ждем завтра на презентациях, мы ждем на школах, среда всех партнеров ждем, суббота всех партнеров ждем. Очень рекомендую вам всем быть, потому что сегодня нам нужно развиваться на уровне бизнеса, на уровне, на уровне, не на уровне кликалки, а на уровне расширения видения либертажа. И тогда вы точно поймете, зачем, зачем, почему, как, для чего, и вы точно будете делать эти вещи, те шаги, которые необходимы в компании. Все, на сегодня я с вами. А, расписание. Окей, спасибо, Леша, напомнил. Сейчас я открою расписание еще раз. Так, это у меня в презентации. Сейчас, секундочку. Расписание для того, чтобы... Так, 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 напоследок вы могли увидеть расписание. Кто еще не выбежал из комнаты, вот, пожалуйста. Расписание на эту неделю. Все, ребят, всем всего хорошего. Всем пока. Продолжение следует...